Ознакомиться сегодня нам предстоит ещё с некоторыми рассуждениями по этому поводу, с тем, чтобы мы потом с вами могли уже детально проработать один из аргументов, вероучительный, о котором я вам говорил, что, собственно, он и будет основной темой всего нашего курса. Темой будет потому, что все вероучительные истины, с самого начала проповеди о них, стали притчей о языцах. С самого начала мы видим, как пытались исправить христианское вероучение, исправить его на тот лад, к которому привыкло наше такое прямолинейное логическое мышление. Но об этом мы с вами будем говорить, когда коснёмся конкретных вероучительных истин. А сегодня я хочу с вами продолжить и говорить о других ещё, о других аргументах, которые могут вам пригодиться. Друзья мои, ещё раз вам напоминаю. Сейчас вы как хотите, я же разрешаю спать. Единственное – не храпеть, чтобы другим не мешать спать. Это единственное моё требование. Но просто я хочу сказать, что вам придётся отвечать на этот вопрос. С какой стати вы, христиане? От того, что вам кто-то сказал? Как это мелко! Только потому, что кто-то сказал? Или кто-то живёте в этой среде? Только поэтому? Значит, посади нас в атеистическое – мы будем атеистами. В иудейском – будем иудеями. Мусульманской – там, что это такое? Где это достоинство человека? Достоинство его убеждений? Достоинство только там, когда человек может сказать – вот я почему верю! Вот я почему православный! Вот это будет да! К такому человеку отнесутся уже с уважением, могут с ним дискутировать – пожалуйста, но они увидят, что это человек, который думает, у которого есть основания. Вот это да! Поэтому я очень советую вам эти аргументы знать, запомнить. Потому что очень скоро вам придётся столкнуться. Очень возможно, что вы будете проповедовать в храмах, быть священниками, а может быть и выше. Придётся преподавать, вас будут приглашать в школы. И как важно говорить об этом! Это очень важно, чтобы люди видели, видели, что мы не какие-то, как говорят о нас, какие-то слепые, грубо верующие, ничего не понимающие. Что у нас одни тайны и никаких объяснений, ничего подобного. У нас аргументы, причём настолько сильные, которых не имеет ни одно вероучение в мире! Слышите? В мире вы не найдёте религию, которая бы имела такие мощные аргументы, подтверждающие действительно божественный характер происхождения христианства и его учения. Вы не найдёте! Это было бы, вы знаете, вот чрезвычайно было бы интересно, если бы здесь собрались не вы, а представители других религий. И именно им предложить вот эти темы, эти лекции, которые мы с вами вот сейчас вместе говорим и слушаем. И чтобы им позволить затем возражать или приводить свои соображения. Это же было, знаете, как интересно! Но такой возможности у нас нет. Но ничего, но уже умозрительно вы должны на это настроиться. Итак, мы с вами рассмотрели исторический аргумент. О вероучительном я только сказал самую суть, не говоря о деталях, поскольку ими мы будем с вами заниматься, то есть не говоря о конкретных вопросах. Духовно-нравственный аргумент – очень сильный аргумент, очень сильный. Потому что помните основной вопрос, который я сказал. Кто спасётся? Кто исполнит заповеди? И вдруг – ах! А христианство говорит совсем не об этом. Исполнение нужно заповеди? Конечно! Им спасается? Нет! Если при исполнении заповеди человек не приобретёт познание своей греховности, своей немощи, не приобретёт познание спасительной милости Божией, все эти его дела, вы слышите, и исполнение их заповеди – всё разрушится, как карточный домик. Великие чудотворцы и прозорливцы, подвижники, которые достигали часто, не знаю, каких высот, кончали жизнь самоубийством часто, бросались из каких-то окон, со скалы, и уже они были, видели себя святыми. И ангелы понесут их на руках. И несут. Помните, как Бринчин рассказывает, как один монах в Аллааме, подвижник, осень вот такая, тонкий лёд, был на центральном острове, и потом, ну, мне надо идти. И братья говорят, куда ты пойдёшь? Ты что, темно уже? Лёд тонкий? Ответ. Я уже лёгок стал. Не прошло несколько минут, и крик только ночи, и всё. Так его и не нашли. И утонул, бедер. Выйдите. Слышите, христианство заявило о совершенно удивительном, неведомом абсолютно никаким религиям в принципе понимании спасения человека. Вот так. Видите, какие аргументы интересные? Очень интересные. Ну, вот сегодня я хочу с вами поговорить о некоторых очень простых аргументах. Есть очень простые. Их просто нужно, ну, кое-что запомнить. А некоторые аргументы, которые, как мы с вами увидим, ну, потребуют и некоторых рассуждений и размышлений. Итак, первое. Пророческий аргумент. Сколько скепсиса вызывает наши слова, когда мы говорим вот пророчество. Пророчество. Ну и что говорят пророчества? Нострадамус тоже пророчество. И ещё там называют всяких гадалок. Смотрите тоже, как сбывается. Верно. Не отвергаем, что сбывается. Только дело-то тут другого порядка. Во-первых, посмотрим, каков характер пророчеств. Во-вторых, какая их мощь. Какая их мощь, этих пророчеств. Я говорю об их количественном даже, если хотите, количественных параметрах. Итак, утверждение. Утверждение. Что те пророчества, которые мы встречаем в книгах, ну, я беру Нового Завета, я уже не хочу даже о ветхом говорить, с нас достаточно Нового Завета. Те пророчества, которые мы там встречаем, и которые, которые исполнения мы видим в истории, или уже исполнения, или видим всё, уже готово к исполнению, эти пророчества, я вам скажу, поражают, бесконечно поражают. И почему? Потому что, посмотрите, какой некоторые из них носят характер. Некоторые простой, другие очень и очень, я бы сказал, даже страшные. Ну, и вот так я постараюсь сейчас вам просто перечислить кое-что с кратким комментарием, подглядывая в бумажку. С чего мне хочется начать? Начать с такого пророчества, я бы сказал, знаете, которое, ну, трогает просто сердце или душу. Такие два пророчества особенно. Первое. В Евангелии читаем. Кстати, вы знакомились по истории, по истории библейской истории, по истории текста, что уже Евангелии были написаны в первом столетии. Евангелии, допустим, от Матфея, там Марк, они написаны ещё в 40-х, 50-х годах были написаны. Евангелии от Иоанна только позднее. Что мы видим? Уже здесь в эти годы что читаем? Евангелие написано. Эта молодая девушка говорит, отныне ублажат меня все народы. Вы знаете, вот мы сейчас это... Ну, скажи какая-нибудь, мы похохочем всё. В то время сказать, чтобы... Кто это такое говорит? Ну, во-первых, женщина. Это, во-первых, это уже, знаете ли, такой минус, ой-ой-ой, такой вопрос. Во-вторых, говорить такую вещь, меня все отныне ублажат. ещё раз вам говорю, первый век. Говорит, молодая, молоденькая девушка, которая, не знаю, сколько там лет, пятнадцать, шестнадцать, не знаю, так? Это записано, во-первых, это что удивительно, но это ладно. Во-вторых, что видим? Где бы христианство не проповедовалось, о ней, как о Божьей Матери, так проповедуется, которой равных нет среди человеческого рода. Мало того, среди человеческого, честнейшие херувимов. И в течение всех последующих столетий, вот теперь уже двадцать первый век, и мы непрерывно повторяем, читаем, повторяем и восхваляем. Я вам скажу, мы привыкли очень к этому. На самом деле, это же поразительно сказать в первом веке, и это непрерывно продолжается. Или в другой случай, помните, женщина, которая помазала Христа миром, ноги ему целовала и так далее. И в Евангелии опять в первом веке читаем, что написано. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие эта в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала. Поразительная вещь! Да что, умилительная потом! Ну, умилительная в каком смысле? Действительно просто какое сердце, какой душа, какое покаяние было у этой женщины, когда она пришла, мир возливает, слёзы, слезами, отирает ноги. Вот вы поймите, это только, какой силы покаяния и какое прощение услышала она от Христа. Во всём мире будет о ней сказано. Это что такое? И до сих пор мы, читай, умиляемся. Попробуйте вот такие пророчества найти. Две тысячи лет так и идёт непрерывно. Ну, а теперь и о других пророчествах хочу сказать, которые также очень и очень такие интересные и серьёзные. Например, пророчества о судьбе Иерусалима. Иерусалим, окружённый мощными стенами. Какой храм, помните, Христу показывает апостолы. Посмотри, учитель, какие камни, какие украшения. И вдруг говорит, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, всё будет разрушено. Я представляю себе впечатления, которые произвели на учеников эти слова. Ну, это же просто невероятно. Ну, вы помните, это же вскоре наступило. Вскоре. Иерусалим, когда был подвергнут осаде, это было действительно бедствие жуткое. Там доходило до того, что младенцев ели даже. Это вообще ужасное что-то было. Жуткий голод. Все те евреи, которые пытались бежать, их ловили. Иерусалим был же окружён. Ловили и распинали на крестах. За один крест это был лес крестов вокруг города. Рим не распинали, конечно, не потому, что Христа не распяли. Совсем нет. Просто это была у них обыкновенная казнь для рабов и для всех противников. Они это и делали. Буквально через несколько десятилетий исполнилось это пророчество. Страшное, жуткое, из какой силы. Вот вам, пожалуйста. Вот, например, Евангелие от Луки написано в 63-м году. Разрушение произошло, помните, в 70-м. Евангелие от Матфея в 62-м году. Это уже сейчас, знаете, это уже, так сказать, уже достоверные цифры и даты. То есть написали, апостол записали, не постеснялись, так сказать, не побоялись. Вот вам, да. Это или исполнение предсказаний Христа о том, о грядущих бестиях, но вообще на евреев, которые отвергли, отвергнувших Христа, Мессию. Когда же увидите, опять связано с Иерусалимом, увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящийся в Иудеи и добегут в горы. Кто в городе, выходи из него, кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится всё написанное. Великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острые меча, и отведутся в плен во все народы. всё это произошло в 70-м году. Иосиф Лавий это описывает, те жуткие вещи, которые произошли. Кстати, христиане, которые знали об этом, знали, многие, кто-то покинул заранее Иерусалим, когда только увидели приближение римских войск. Кто действительно были в Иерусалиме, бежали, помня, помня этот завет Христа, это предупреждение Христа, помнили, что будет. И многие таким образом избегли этого ужаса. Или пророчество другое. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. Сейчас наверное нет ни одного государства в мире, где бы ни было, не было хотя бы какой-то небольшой общины христиан. Всюду есть. Даже в Китае с её строгими законами. Даже в арабских странах. И то, глядишь, маленькие, в мусульманских, я говорю, странах. И то, несмотря на все притеснения, видим даже и там. И вообще всюду известно. Конечно, по-разному. По-разному. В разных масштабах, естественно. Но действительно, пророчество такое, что будет проповедано. То есть, всюду будут знать и слышать об этом христианстве, и о Христе. Кто как отреагирует, вопрос другой. Но факт-то действительно, действительно замечательный, что христианство проповедано. И проповедано. И проповедуется. Если хотите, только сейчас, только сколько приходов в русской церкви за рубежом, во всех странах. Я не знаю, где-то это есть у нас, наверное, вы, наверное, проходите. Это буквально, я не знаю, почти по всем государствам, чуть ли не по всем государствам мира. Да, в общем, огромное количество сейчас приходов только русской церкви. Православие не только же в России, и в других странах. Так что, видите, ещё одно такое указание, которое, я думаю, всё-таки должно обратить на себя внимание.